Город любви, каменный город, город богов. Что означает название столиц в СНГ? Это вторая часть видеороликов о названиях столиц. Первую часть вы можете найти в описании. Там мы говорили о таких городах, как Ереван, Душанбе, Бишкек и другие. Перед началом видеоролика хотел бы вас попросить поставить лайк и подписаться, если вы еще не подписаны. Ну а мы начинаем! Кишинев. Это кишлак новый, а столица Молдовы. Наиболее распространенная версия, отмеченная более 125 лет назад в Новороссийском календаре, относит название Кишинева к старому молдавскому названию Кишланове, Новый Хутор. Само слово Кишла является заимствованием турецкого слова Кисла со значением Барак. Бессарабия это слово означает небольшой поселок, хутор, из-за характера образования названия. Одна часть тюркская, другая молдавская. Современные исследователи сомневаются в справедливости этой точки зрения. Изначально топонимы с элементом Кишинев встречаются в документах родом из тех территорий, которые были захвачены тюрками в 15 веке и потом в течение нескольких столетий оставались местом концентрации кочевников. Поэтому некоторые исследователи предполагают, что название города имеет не романское, а тюркское происхождение. Они считают, что слово произошло от половецкого слова Кишения, означавшего место погребения Мавзолей. Во многих местах, в названии которых находилась составляющая часть Кишинев, например, кишеньки Оржитского района и Полтавской области Украины, когда-то были внешне признаки древних захоронений в виде мавзолеев, памятников и надгробий. Такие погребения могли принадлежать печенегам и половцам, обитавшим при Черноморье в начале 2-го тысячелетия нашей эры, или же татаро-монголам, занявшим этот край в 13 веке. История Туркестана волнует туристов из Европы и Азии, шукеев. О существовании в районе современного Кишинева печенежских погребений свидетельствуют археологические раскопки. Другие версии связывают название с венгерским кисдженом, маленький Йено. Йено – одно из венгерских племен, пришедших в Европу в 896 году. В западной Румынии на границе с Венгрией есть город Кишинев-Криш, но доказательств, подтверждающих связь в происхождении названий этих городов, не найдено. Топонимический словарь утверждает, что название произошло от древнемолдавского «кишин-эу», «кишнеу», что означает «колодец», «ротник», «источник». После распада Советского Союза наметилась тенденция к изменению названий населенных пунктов Молдавии. В частности, началось активное внедрение слова «кишин-эу» в русский язык. В современной Молдавии это название часто используется как в официальных, так и в неофициальных документах на русском языке. В Казахстане и России принято написание «кишин-эу». Ташкент – столица Узбекистана. В письменных источниках Ташкент упоминается в 4-5 веков н.э. под названием Джадж, Чачкент, Шашкент, Бинкент. Только в 11 веке в трудах среднеазиатских ученых Аль-Бируни и Махмуда Кашгари впервые встречается форма Ташкент. Аль-Кашгари впервые объяснил Ташкент как каменный город, тюркское Таш – камень, Кент – город. А Бируни, поддерживая это толкование, отмечал, что Шашкент – искаженная форма тюркского Ташкент. Очевидно, что и Чачкент является другой формой искажения того же названия. Вариант Бинкент встречается в трудах арабских географов. Греки называли местность, где теперь стоит Ташкент – Цацена. Ташкент – один из древнейших городов Средней Азии. Об его возникновении существует много легенд. Одни связывают его основания с мифическим батыром по имени Таш, другие с легендарным тюрко-монгольским предводителем Агус Ханом. Наконец, третий – с героями Фирдуоси, Шахнаме, Афросиабом и Кайкавусом. При этом указывают, что Арк или Шахнишинтепе – холм – жилище Шаха. Это именно тот холм, на котором стоял дворец Афросиаба. Впоследствии холм исчез, но такое название долго существовало в бывшем старом городе. Далее указывают, что покоритель Турана Кайкавус прорыл в городе магистральный Арык, существующий до сих пор под названием Калькаус. Споры о времени возникновения города, а также о древнем наименовании, его до сих пор не разрешены окончательно. Полагают, что он существует свыше 2000 лет, на протяжении которых он носил разные названия. Он назывался сагдийским Чач, арабским Шаш, персидским Бинкент, Таджикент и прочими. Минск. Столица Белоруссии. Первоначально древнерусское название столицы Белоруссии звучит как Менск или Менск. До сих пор жива легенда о славном богатыре Минске, который построил на реке Свислочмельницу, где мололи муку не из пшеницы, а из камней. Хлебом из этой муки подчевали врагов, чтобы не зарились на славный город. Некоторые исследователи считают, что название города образовано от славянского слова «мена» – «менять», так как находился Минск на пересечении торговых путей. В начале 20 века белорусские историки высказали мысль, что летописный Минск первоначально располагался за пределами современного города и стоял на речушке Менке, маленьком притоке Птичьей. Протекала она приблизительно в 16 километрах западнее современного Минска. На ней, около деревни, городище сохранились остатки мощных земляных укреплений, обнесенных глубоким рвом. Исследователи не исключают существование какой-нибудь другой Менки, впадающей с Фислоч, или того, что теперешняя Немига могла называться Менигой. Точное время основания столицы неизвестно, но археологи считают, что поселения людей существовали на территории Минска еще тысячи лет назад. Но когда это поселение стало напоминать город, никто не знает. Первое письменное упоминание о Минске встречается в повести временных лет по 1067 годам, где Минск упоминается в связи между усобными раздорами, вылившимися в битву между полотским князем Всеславом и сыновьями киевского князя Ярослава Мудрого. Многие современные историки считают, что ход событий был следующий. Сначала войско Ярославичи подошло к Менску, который находился на реке Менке, захватило его и направилось на Немигу. Немига, как показывают многолетние исследования, название не только реки, но и название города, построенного на месте слияния рек Немиги и Свислочи. Позднее на него и было перенесено название Менск. Эту версию считают наиболее правдоподобной. Киев, столица Украины, пусть уже и не входит в СНГ. Киев был основан в период между 5 и 10 веками. Топоним Киев не получил в науке однозначного объяснения. Согласно летописи, название города происходит от имени его основателя. В повести временных лет, начало 12 века, сказано, что Киев основан тремя братьями, как Кием, Щеком и Хоревым, и сестрой Лыбедью, как центр племени Полян, назван честь старшего брата. Город в то время состоял из княжевого двора и терема. Вариант той же легенды приведен в сочинение армянского автора Зиноба Глака «История Торона», где говорится об основании Куара, Киева, в стороне полуний, Полян, Куаром, Ментеем и Хирианом. Народная этимология объясняет название Киева тем, что его первыми жителями были рабочие – Киени-Киены, которые обслуживали переправу через Днепр. Переправа представляла собой деревянный настил на столбах Киев, вбитых в дно. Сходные топонимы известны и в других славянских землях, например, Киево в Хорватии, Куявия в Польше. Легенды, зафиксированные в повести временных лет, связывают основанием Киева с неким человеком по имени Кий. Якобы это был глава Полянского рода, который со своими братьями Щеком и Хоревом и сестрой Лыбедью обосновался на берегах Днепра. Причем Кий на Старокиевском горе, а его братья на соседних калмах Щековица и Хоревица. По имени же сестры получила название речка. Также летописец утверждает, что Кий со своим родом ходил к византийскому императору, был принят от него с большими почестями и получил место для поселения на Дунае, где построил город Киевец, но был изгнан оттуда местными жителями и именно тогда основал Киев. Также летописец отмечает и отвергает другую этимологическую легенду, будто Кий был перевозчик на Днепре, а город получил название, потому что люди говорили «на перевозь на Киев», то есть «на перевоз на Кия». Современные историки видят в этой легенде воспоминания о временах андских походов на Византию. Впоследствии польский историк XVI века Стряковский в своей хронике воспроизвел эту легенду, датировав основание Киева 430 годом. Результаты археологических раскопок свидетельствуют, что уже в VI-VII веках на правом берегу Днепра существовали поселения, которые некоторыми исследователями интерпретируются как городские. Город любви. Ашхабад. Столица Туркменистана. Ашхабад был основан в 1881 году. Его название произошло от персидских слов «любовь» и «населенное место» или «город». С момента завоевания Туркестана Российской империи город, официально перешедший к России по Ахалскому договору с Персией 21 сентября 1881 года, назывался Ашхабад. Это название сохранялось до 1919 года, после чего он был переименован в Полторацк в честь революционного деятеля и председателя Туркестанской республики Павла Полторацкого. Затем, 27 октября 1927 года, город получил название Ашхабад. Однако, официально город именуется Ашгабад, так как именно эта форма более всего соответствует оригинальному туркменскому названию. В туркменской прессе были опубликованы мнения о том, что название города восходит в династии парфянских царей Аршакидов, Ашканидов, а название города следует отнести к III веку до н.э. Однако, в реальности сам город основан лишь в XIX веке в качестве крепости, а в III веке до н.э. возник не он, а расположен в 18 километрах от него Ниса, действительно являвшаяся столицей парфянского царства, но не единственной. Туркменскую столицу часто называют городом любви или городом влюбленных. С этим связана и одна из легенд туркменского фольклора, согласно которой во времена, когда в Нисе правил Нур-Ахмед, Аван-Ау-Пир-Ахмед, дочь и сын этих правителей полюбили друг друга вопреки высшей воле. «Знаю, что им грозит, они скрылись в пустыне, но, мучимые жаждой, пришли к горам, отыскали одинокий ротник, хотели из него напиться, но он несяк на глазах. Влюбленные шли все дальше и дальше, пока не встретили горную речку, но и она испарилась, едва они припали к воде». «Юноша стал копать, чтоб добраться до подземных источников, чем еще больше разгневал небеса, и Всевышний направил к ним ангела смерти Азраила. Однако Божий посланник не успел осуществить приговор, взглянув на девушку, он сам влюбился, да так, что забыл свое предназначение, и тогда из-под земли забил ключ кристальной чистоты, как сама любовь. Здесь у чудесного родника, спасшего жизни этим влюбленным, они и решили поселиться, а другие, услышав их историю, тоже потянулись в Ашхабад». Ну что ж, вот и вторая часть подошла к концу, и мы узнали с вами больше о названиях столиц. Если вы не смотрели первую часть, переходите в описание и смотрите. Ну а на этом у меня все, спасибо каждому за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте свои комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем спасибо и до новых встреч.